Отца и Сына и Святаго Духа, с праздником, дорогие отцы, братья и сестры, у нас сегодня великий праздник. Сегодня совершилось освящение великим чином благолетного храма Сибири. Сегодня мы слышали в Евангелии о том, как жена Хананейка, или в другом Евангелии была сказана Серафи Никика, когда она подошла ко Господу, когда Он шел в свои проповеди с учениками, с множеством людей, обращаясь к Нему, говорила, Господи, исцелищи мою, а нас в небе снуется. Господь же не отвечал ей никакого слова. Она пати просила, когда Господь сказал ей, недоброе дело отъять хлеба у детей, у чат, и отдать псам. Конечно, страшное слово, когда-то о нем говорят тебе, потому что Хананеи в то время, мы знаем, были отвергнуты народом, и Господь повелел даже истребить этот народ за страшные грехи и извращения, которыми они занимались. Но не было сделано, и этот народ стал распространяться, и вот эта женщина, наследница этих страшных народов, которых и сейчас, как мы знаем, немало, которые тоже грех этот увеличивается во всем мире, которые Господь из Содома Говора покарал, и нас покарает, если не справимся. Так вот, она была потомком этих народов, и у нее дочь болела. Так вот, Господь говорит ей, что нехорошо отнять хлеба у своих детей и отдать их псам, называя ее и ее народ, из которого она вышла, как говорится, живущим не как люди, а как скоты, как псы. Но женщина имела глубокую веру, и она говорит, Господи, повази мне. И она еще также сказала, что даже и псы едят от кроши, которые падают со стола господей, то есть как Господь или как некоторые толкует детей, потому что она смирилась, смирилась пред Богом, смирилась перед тем, что действительно скверная была жизнь в этом народе. И Господь, видя ее великое смирение, говорит, что «Веря и вера твоя». То есть она, несмотря на то, что Господь трижды ей отказал, она все равно, несмотря на что, толкала в двери небесные, просила Бога, чтобы Господь помог ей. И Господь, видя ее веру, терпение и великое смирение, сказал, что черь ее исцеляется. И сказано, исцелилась дочь этой женщины от часа того. Подобные случаи мы видим и сотникам, которые тоже сказал Господь, что «В Израиле не обретух я веры твоей». Когда сотник сказал, что Господу не надо идти ко мне, так скажи одно слово «Исцелеет сын мой». Видите, Господь пришел к народу Израилеву, избранному тогда. И мы видим, что в израильском народе, конечно, были великие мужи, но в основном народ отошел от веры, жил недостойно. Господь же называет его «Народ жестокосердный, жестоковыдный, с необрезанным сердцем». И вот, хотя народ был избран от Бога, было великие чудеса, знамения, благодать милость Божия, Господь явился в этот народ, все равно народ был противоотборцем. Но в других народах, которые совсем давно отошли от Бога, были такие великие мужи, как сотник римский, как жена Хананейка, которые показывали великую веру, терпение, смирение. Для нас это большой пример, потому что мы, подобно народу Израилеву, новый Израиль, христиане, должны жить по правде Божией. Нам Господь дал храмы Божии, дал нам благодать Божию, дал нам тело и кровь свою, то есть правенство церковное. Мы должны жить достойно Бога, достойно Церкви, достойно наших святых отцов, потому что нашими предками являются и наши русские святые мужи, и жены, и ветхозаветные праведники народа Израилевского – это одна Церковь, ветхозаветная и новозаветная. Она продолжается, и мы потомки этой живой, великой Вселенской Соборной Апостольской Пророческой Церкви. Поэтому мы должны беречь ее традиции, ее призвания. И мы знаем, что Бог живой, Он творит чудеса, Он исцеляет, Он помогает. И будучи сынами такого великого Бога, Спасителя нашего, мы должны жить достойно, быть достойными сынами и чельми Отца Небесного. Мы же живем лениво, нерадиво, то есть кверно. И сказано, что должен просветиться свет нас предчеловеками, чтобы видели, что мы христиане достойные и прославили бы Бога, и пришли к нам в Храм Божий, и на путь спасения встали бы люди. Но мы так не живем, и из-за нас хулиться имя Христова, и это плохо. Поэтому давайте, братья и сестры, справляться, дополнять Храмы Божии. Начинать надо с себя, потом со своих семей, сначала себя спасать. То есть поститься, молиться, и в храмы ходить, и читать Священные Писания, и приставные Святых Отцов, как завещают нам Святые Отцы. Тогда будем действительно христианами. А не так как-то еле-еле душа в теле. Вроде бы христиане, там по воскресеньям, а по другим дням неизвестно кто. Поэтому будем жить достойно, будем освящать свои души, будем жить свято. И плодом нашей веры будет то, что наши родные и близкие начнут приходить к леди. Вот это настоящее христианство. А если мы живем вроде бы благочестиво, как бы, и все кругом только отходят от веры и хулят к Христа, это признак того, что мы нерадимые. Серафим Саровский говорит очень просто, стяжи мир сердца своего, тысячи вокруг тебя спасутся. Какие тысячи? Хоть единицы, хоть бы семью спасти, близких, друзей, соседей. Нет такого. А Господь нас привлекает, чтобы тысячи спасались. Надо жить, как Серафим Саровский преподобный, преподобный Сергий Радонежский, Святоправедный Иоанн Хронштадтский, Блаженная Матрона. Вот так надо жить. Конечно, это легко сказать. Я сам живу далеко. Вот просто призываю себя и всех нас, братья и отцы, братья и сестры, к левности по Богу. Вот великомученица Анастасия, которой храм здесь посвящен, она была левностей христианской. Не приходила к холодильнику, к телевизору, не сидела часами вокруг себя, обставляя обстановку красивую, сладкую еду и приятные фильмы. Конечно, это интересно, приятно, но мы должны жить не для себя, мы должны жить для Бога, как жила эта великая угодница, которая ходила в тюрьмы, бывала ноги больным, приносила им покушать, а главное, что возвращала их от уныния, к ревности по Боге, возвращала их от язычества, которым мы живем, хотя и христиане внешне, по сути язычники, возвращала их к ревности по Боге, к духовному подвигу, и многих спасала. Она в древнем называется милостивая, а вот принято ее называть узрешительницей, потому что милость Божия, которую она творила, подобно всемилостивому Богу, она велика ее была. И узрешительница, потому что она и разбойников освобождала от уз своей молитвой, своими ходатайствами, верою и добрыми делами, но главное, она освобождала от уз врага и супостата, дьявола, который схватывает наше духовное стремление, добрые намерения и сковывает наши добрые желания, сердечные и умные. И мы становимся рабами, не Божьими. Мы не хотим быть рабами, так мы все равно, как Федор Михайлович Достоевский говорит, если Богу не поклониться человек, то все равно кому-нибудь да поклониться. Владыка наша, не медведь повторяю. Поэтому очень разумные, очень великие слова, и поэтому мы должны быть рабами Божьими. А будем рабами Божьими, станем и друзьями, и сынами, и челями, и Господь нас в Царство Небесное возьмет. А не хотим быть рабами Божьими, то будем рабами дьявола, рабами греха, пороков и так далее, и злых людей. Поэтому надо призывать в помощь святую великомученницу Анастасию, узрешительницу и всех святых, чтобы по их молитвам Господь и Ангелы Хранители, и, конечно, чтобы Господь по их молитвам освободил нас от уз рабских, уз сатанинских, в которых мы находимся. Сегодня мы соборно ангелам, подпоспешивающим, Господу присутствующим, и священники, и певчие, и церковные служители, и миряне, все мы, в главе с архиереем, совершили молитвы, и с Божьей помощью осветили храм Божий. Это великое дело, соборная молитва, и храм тоже называется церковь, это собрание, собор, собрание верующих, соединение Бога и людей, небо и земли. Тут совершается великое дело, земля сходит с небом, Господь сходит к людям, чтобы на землю, чтобы от земли до небеса возвести людей, и сделать их богами поблагодарными. Это великое таинство. Поэтому храм сегодня, это день рождения храма. Мы знаем, что так и человек тоже, когда зачинается в утробе матери, то он уже получает жизнь. Но мы празднуем, мы вспоминаем, что день рождения, когда он уже вышел на свет. Так и здесь. Хотя храм, конечно, и служил уже, но это было по благословению, а тут уже по полному великому чину храм получил освящение, благословение, будет совершаться служба, продолжаться совершаться служба. Слава Богу, у вас есть отец Максим, родной, отец ваш, друг во Христе, помощник, управитель, молитвенник. И у вас хоть и небольшой, но добрый приход, дружные батюшки в благочине, видите, всегда все собираются. И дай Бог, чтобы храмы увеличились, умножались. Сейчас у вас появилась, по-моему, двигательная сила, машина, будет еще помогать, там, дежит к морю, родную пристань, возрождать храмик тоже, ездить. Потому что, хорошо бы, что в каждом, не только в большом городе, как во Владивосток, Арсения, в Донегорске, а в каждом селе, поселке, были небольшие храмы, часовни, молитвенные дома. Поэтому, конечно, еще хотел бы сказать, что у отца Максима уже четверо детей, большая радость, потому что дети, это наше главное, это наше будущее. Конечно, не просто их родить, надо еще их воспитать, здоровыми сделать, а главное, духовно нравственными, чтобы они были воинами духа, защитниками Родины, духовными, защитниками Родины, если надо, и с мечом защитить Родину, и созидали, и возрождали Святую Русь. Поэтому, хорошо, что у нас у батюшек немало детей, у кого двое, у кого четверо, у кого двенадцать, потому что, слава Богу, когда были собрания у нас в губернии, то много разговаривали о том, что сейчас люди не хотят рожать, увеличивается Россия за счет, в основном, или Средней Азии, или Китая, и так далее, или там беженцев с Украины. Слава Богу, наши священники показывают добрый пример. Молодые еще, но рожают. Поэтому, надо и нам, тоже, православным христианам, дополнять храмы Божии, а те дополнять, конечно же, детьми. Это самое главное. Потому что мы, люди в основном стоим пожилые, средней возрасте, старые, потихонечку отходим ко Господу, а кто будет потом? Поэтому, надо начинать возрождать нашу Родину, возрождать ее духовно, нравственно, и, конечно же, рожать детей. С праздником, дорогие братья и сестры, с праздником, поздравляю, давайте споем еще раз многолетие Святейшего Павлиарху, нашему Митрополиту, Демину, и всему, всем православным христианам. Великому Господину и Отцу нашему Кириллу, Святейшему Патриарху Восковскому и всей Руси, благоспосаемый Его Всероссийскую паствою, и Господину Высокопреосвященнейшему Венемину, Митрополиту Владивостокскому и Приморскому, и Господину нашему Преосвященнейшему Гуриев, и Бископу Арсеньевскому и Дальнегорскому, Бога, храни в стране нашей властей, воинству и народу и я, всему Священному Собору, строителям, благоупросителям, жертвователям, братьям поющим, за далек храма сего и всем православным христианам, подашь, Господи, благодетственное, мирное житие, здравие, спасение и во всем благое поспешение, и сохрани их на многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето, спаси Христе Боже, спаси Христе Боже, спаси Христе Боже, Причастники, выслушайте благодарственные молитвы по святому причащению. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!